Осенняя призывная кампания идет на Кубани полным ходом. На этот раз в армию отправится более 5000 парней. В основном в регионы Южного федерального округа. Кто-то поедет в Севастополь, пятую часть солдат отправят в среднюю полосу России, а шестерых счастливчиков и вовсе ждут в президентском полку. Наши корреспонденты отправились в Славянский военный комиссариат, чтобы узнать, как идет отбор новобранцев в армию. Прежде чем попасть в армию, нужно пройти предварительный отбор, в ходе которого распределяют новобранцев в места несения службы. Этим занимается призывная комиссия. В ее составе – начальник управления образования Виталий Титаренко, представители здравоохранения, центра занятости населения, полиции и казачества Славянского ДОСААФ, председатель комиссии, глава Славянского района Роман Синеговский. На этот раз из нашего района 117 новобранцев приступят к службе в вооруженных силах. А уж в какие войска отправятся, решат члены комиссии. – Товарищ председатель призывной комиссии. Гражданин Зеленский Евгений Валерьевич на призывную комиссию прибыл. Комиссия работает ежедневно. Набор будущих солдат в подразделении российской армии продолжится до 20 декабря этого года. Юноши призывного возраста, уклоняющиеся от несения воинской службы, будут привлекаться к ответственности вплоть до уголовной. Но, к счастью, в Славянском районе таких ребят немного. Большинство новобранцев считают, что отдать долг родине – это святое. – Наши отцы служили, деды служили, прадеды служили, а мы чем хуже. Как бы в нас нуждается наша родина. От этого никуда не деться. Надо пройти школу жизни. В войска российской армии первые новобранцы отправятся уже совсем скоро – в середине октября – и по традиции из Славянской автошколы. Именно с этого момента для каждого из молодых людей начнётся новая, настоящая армейская жизнь. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События». – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.